Мы очень часто в своей жизни не замечаем очевидных вещей. Ходим по деньгам, стонем от их недостатка и боимся начать что-то новое. И это черты не только русского человека. Но когда мы идем за грибами, ягодами, на рыбалку, мы ищем, наклоняемся и находим. Эти навыки и мы решили применить в городе. Тем более, что время разумной траты денег настало. Южный переход. Дорога вдоль проходных. Кислородно-компрессорный цех и седьмая проходная. Здесь находится место, где вы можете заправиться качественным бензином. Или, возвращаясь к сленгу грибников, здесь червивых грибов нет. Недаром говорят, что старый друг лучше новых двух. У меня и друзей-то не так уж и много. Раз, два, три, я пчелся. Но есть у меня друзья в сфере нефтебизнеса, скажем так. Те, кто меня заправляют. И в далеком 97-м году, купив новую 99-ку, свето-снежная королева, мы затем уже с моим покойным уже другом Валерием Гиммервертом объездили весь город. Он потом тоже купил 99-ку, также утюнил ее. Естественно, мы искали, где найти самый хороший бензин. Тогда заправок было не так уж и много. Так вот, с 97-го года я заправляю свою машину здесь, на АЗС Береговая. И, конечно, можно было бы сегодня начать рассказки с того, что вам льют в бензобак. Но об этом чуть позже. Мы все-таки покажем вам те места без кичливых форм, но с высоким качеством. Магнитогорску, если честно, еще очень далеко от городов с нормально развитой инфраструктурой. Администрация пред и предыдущая занималась решением своих, как правило, проблем. Но не главы города, а прокладки. Хотя желанием развивать бизнес, а не сидеть на откатах, ни один российский чиновник или кредитный эксперт банка не отличается. Нежелание бизнеса платить и откатывать вполне понятно. Поэтому, если вы не видите сайдинга и навороченных конструкций, это не показатель того, что здесь нет качества. Мы потихоньку возвращаемся к понятию ГОСТа, государственного стандарта, ну и вообще к государственным закупкам всего. То есть схема рыночной России как-то немножко провалилась ввиду последних событий 2008-2010 годов. Чем мне нравились всегда наши старые заправочные колонки? Тем, что обмануть здесь было практически невозможно. И вот летом владельцы автозаправочных станций попадали, потому что бензин расширялся. Но всегда это длилось ровно. Чем мне не нравятся сегодняшние заправочные колонки? Вот с циферками, да? Вы когда-нибудь заправлялись на 150-200-300 рублей? Ну, вряд ли вам цифра выходила ровная. Всегда 100, 99 и 5. То есть вот понятно где. А понятие ГОСТа, оно здесь присутствует. И меня, честно говоря, очень выручала вот эта заправка, расположенная здесь на улице Вокзальной. Потому что, ну, так случалось, что я являюсь чемпионом страны советов по езде на красную лампочку. Ну, иногда не успевал заправляться. А на химчистке, знаете, пробка, вот, с той и с другой стороны. Можно здесь спуститься, на вокзальную. Прямо перед вокзалом заправиться хорошим, качественным бензином. В жизни любого автомобилиста наступает момент, когда он находит в гараже или небольшом боксе настоящего мастера. И автомобилисту становится глубоко пофиг на евроремонтные понты. Мы предлагаем не искать такого мастера. Мы предлагаем качественный бензин из нашего небольшого списка заправочных станций. Искать, париться, материться вам больше не надо будет. То, как строился город Магнитогорск, ну, притча выезутся. Мало кто задумывался, да, в рабочем городе. Новостройки, выселки, по-моему. Отсутствие полной инфраструктуры и дорог. Но дороги сейчас есть благодаря Виктору Филипповичу Рашникову и Южуралавтобану. И вот сейчас на пересечении улицы Тевосяна и 50 лет Магнитки, удобный въезд со стороны Банная, вы можете заправиться тем бензином, которым я заправляюсь. На береговой, ну и там, на вокзале у себя, прямо под боком. Вот здесь, рядышком. Заправляйтесь. Ну, конечно, вы хотите, чтобы все сразу было, но сразу Москва даже не строилась. Все сделалось постепенно. Но главное, заправляться качественно.